Друзья, продолжаем рассказывать о особых мистических местах, которые есть в городе Вишаххапатнами. Обещал эту историю. Сегодня продолжим тему, связанную с горой богини Дурги, с храмом богини Дурги. Очень уникальное и интереснейшее место. Зачитаю легенду. Поехали! Храм Канакадурги посвящен божественной матери Дурги, расположен на холме Индракиладри, на берегу реки Кришна, Виджая-Вада, штат Анхра-Прадеш. Храм Канакадурга является самым популярным посещаемым священным местом Виджая-Вады и древним историческим местом, куда круглый год приезжают миллионы преданных и туристов. Этот храм и его окрестности упоминаются о многих духовных писаниях, такие как Каликапурана, Дургасаптхашати, как главное священное место. То есть, это священное место упоминается в Пуранах и таким образом подчеркивается величие этого святого места. То есть, не все традиции индуизма, не все храмы, не все места силы, не все божества упоминаются в священных писаниях. Те места, которые упоминаются, это указывает на то, что они существуют со дня сотворения мира, со дня Сатья-Юги, Два Пара-Юги и так далее. То есть, на протяжении миллионов лет существуют эти древние святые места. Интересное место упоминается берега реки Кришна. Я сейчас немножко зачитаю про Кришну. Кришна на санскрите означает «темное». Также называется Кришна-Венни, одна из длиннейших рек Индии, длина около 1300 километров. Берет начало около городка Махавалишвар в штате Махараштра. Впадает в Бенгальский залив у деревни Хамасаладеви в штате Антропрадеж. Река также протекает через штат Карнатака. Это юг Индии. Дельта реки – один из наиболее плодородных районов Индии. Здесь находились резиденции древних царей Сатавахана и Икшваку. Икшваку упоминается в писаниях. На реке расположен город Амаравати, тоже очень древний город. Кстати, и до него доберемся. И теперь, внимание, легенда о этой реке. Легендарный источник реки бьет ключом изо рта статуи коровы в древнем храме, посвященном Шиве. Шиве в Махавалишваре. Легенда гласит, что в эту реку обратился Вишну в результате проклятия, которое Савитар послал на Тримурти. Существует древняя легенда, когда все три бога были прокляты. И Шри Нарайане в облике Вишну пришлось принять на себя это проклятие. И эта река, по сути, является формой Шри Нарайаны. Ну, то есть, поскольку Шри Вишну на уровне Святой Троицы в индуизме именуется, ну, или известен как одна из форм Шри Нарайаны, то, естественно, когда Вишну превратился в эту священную реку, таким образом, эта река является неотличной от самого Шри Нарайаны. И благословение в этой реке считается особо-особо сильным. Существует другая легенда. Считается, что все реки своей чистотой и святостью сильны в самом ее начале реки. Но существует одна единственная река, это вот Кришна Вени, которая считается, что чем дальше она течет, тем священнее, святее становится. Так вот, Кришна Вени, она особой святостью обладает именно в конце. В то же самое время, как все священные реки максимальной духовной силой, максимальной духовной святостью обладают в самом-самом начале. Интересно отметить, что еще четыре другие реки вытекают изо рта коровы, и они и до впадения в реку Кришна протекают определенное расстояние. Эти реки Каяна, Венна или же Вени, Савитри и Гаятри, это все названия священных рек в Индии. То есть, существует легенда, что основные шесть или семь рек, но их на самом деле священных намного больше, и с каждой из них связана своя легенда, своя история и так далее. Возвращаемся к храму Канакадурги. Есть много историй, связанных с этим святым местом богини Дурги, храмом и холмом. Некоторые говорят, что Виджая-Вада когда-то была скалистой местностью, здесь не было места для реки Кришны. Призыв Господу Шиве за его вмешательство направил холмы в стороны реки. В некоторых легендах говорится, что Арджуна молился Господу Шиве на вершине холма, чтобы получить благословение и получить оружие Пашупашташтра. По-моему, Пашупата называется или Пашупаташтра. Ну, ладно, неважно, можно будет потом уточнить. Другая история гласит, что когда Виджая-Вада была под властью демонов, богиня Дурга убила здесь демона Махишасур и поселилась в ней, в горе на вершине холма. Поэтому здесь был построен храм. Индра и другие божества восхваляли, поклонялись, воспевая Канакадургу. Поэтому это место было известно как храм Канакадурги. Другая важная легенда гласит, что Якша по имени Кила сурово покаялся Мадурги и попросил Ма остаться в его сердце навсегда. Тогда Ма благословила его покаянием, эпитемией и сказала, что остаться на этой священной... И сказала, что останется в этой священной долине реки Кришны в форме горы. То есть, эта гора является формой богини Дурги. То есть, это сама Дурга. Уникальное место, удивительное место. Я сейчас еще один элемент объясню. В Крита-югу после убийства демона Махишасура я останусь в твоем сердце. Господь Шива назван так. Давайте вернемся в небольшую предысторию. Я рассказывал в другом ролике о том, что в штате Карната, как город Майсор, рядом есть гора, на котором происходила битва между демоном Махишасурой, его войском и богиней Дургой. И там есть храмы. Это считается место, где погиб непосредственно сам демон Махишасура. Но здесь также говорится, что на этом месте также происходила битва и также погиб демон Махишасура. И вполне возможно, что кто-то из нас спросит в Айраге, ты что-то путаешь? Не может быть так, чтобы демон погиб сразу на двух горах? И это в принципе невозможно. Что это происходит? Ай-яй-яй, в Айраге. На самом деле в легенде упоминаются интересные факты. Поскольку битва происходила 10 дней, каждый из этих дней богиня Дурга являлась в какой-то своей определенной форме. И в честь этого, соответственно, существует праздник, посвященный богине Дурге. В течение 10 дней почитается одна из форм богини Дурги. Почему так происходило? Потому что демон Махишасура был... Давайте поймем, что такое демон. Демон это вообще падший святой. Вот без всяких там... изысканий, да. То есть демон это возгордившийся святой. И мы сами знаем, что святые всегда в первую очередь борются со своей гордыней. Если душа не справляется с гордыней, душа превращается в демона. И впоследствии эта демоническая личность пользуется теми духовными силами, которые она накопила, будучи святым подвижником. Так происходит в большинстве случаев. Ну, не в большинстве, а практически всегда. То есть все демонические существа накапливают свою силу в извращенной форме благодаря духовной практике. То есть они делают все то же самое, что делают святые, но используют эту духовную силу во благо себя, а не на служение Богу, не на служение обществу, людям, планете, государству, миру и так далее. В этом их отличие. То есть их гордыня начинает присваивать те духовные дары, которые они должны посвящать Богу, начинает присваивать себе. И таким образом включается деградация. Эта деградация, она на самом деле довольно проблемная, потому что справиться с гордыней, согласно легендам, демонические существа не могли. Существуют даже легенды, в которых падали полубоги на землю в результате проклятия святых. И даже они, друзья мои, даже они, становясь на земле демонами, не могли справиться с этой демонической природой. Тем более сами по себе демоны, их природа не изменится. То есть это как своего рода проклятие. Когда ты принимаешь какую-то маску, ты становишься таким навсегда. Ты можешь думать о себе что угодно, но ты такой есть. И ты таким будешь вечно. И вот это вот и есть то самое проклятие, от которого они страдают, и которое они осознают, и которое они не в состоянии изменить. Знать, кто они, знать, что они, это всегда доставляет страдания и муку. И все демоны на самом деле, единственный путь, это путь гибели от руки Господа. То есть все демонические существа, они проходят через этот путь. В Писаниях говорится, что для них это является путем спасения. Нет, но это не совсем путь спасения, это скорее разрушение определенного слоя кармы, благодаря которому душа, которая находилась в демоническом существе, она попадает в определенный мир, но не в тот мир, в котором находятся святые, праведники и так далее. То есть это вообще другие миры. Хотя вайшнавы те же самые говорят, что души демонов входят в Господа, растворяются в нем, но это видимость. Потому что тело Господа является вселенской формой, да, и в нем находятся все миры. В какой мир эта душа уходит, большинство из них по сути не знает. Но эти души не уходят в те самые миры, в которых находятся святые, и не происходит смешений. Они уходят немножко в другие миры, но это пусть останется секретом. Это будет сюрпризом, болезненным, проблемным сюрпризом. И эти демонические существа, обладая искаженной духовной силой, они используют ее для самих себя. Когда явилась богиня Дурга, давайте еще раз напомню, она в течение 10 дней являлась в разной форме. Для чего? Потому что этот демон обладал очень большой духовной силой, обладал очень мощными практиками начитывания мантр, аскез. И чтобы разрушить все эти аскезы, которые он получил от Шивы, от Брахмы, Багиня Дурга являлась в разных формах, и каждый день она распутывала какие-то благословения. То есть, она их с каждым днем просто брала и аннулировала. Аннулировала благословение Шивы, аннулировала благословение Брахма, аннулировала еще там благословение, аннулировала духовную силу. В писаниях рассказывалось, что демон Махиша Сура обладал такой духовной силой, что он мог исчезать из одного места битвы и появлялся в другом месте битвы. Исчезал из одной части царства, появлялся в другой части царства. Причем он не просто появлялся, здесь он проявлялся, допустим, как великий воин, там он проявлялся в виде быка. Впоследствии он проявлялся в облике демона и так далее. То есть, это бесконечная череда погонь, преследований. И богиня каждый раз его настигала. И в данной форме, на данной горе, скорее всего, вступив в битву с демоном Махиша Сурой, она уничтожила в нем какое-то качество. То есть, это был один из дней, во время которых происходила битва между демоном Махиша Сурой и богиней Дургой. Ну, точнее, это была не битва, это было уничтожение демона, по сути. И, скорее всего, в одной из каких-то форм она здесь явилась, сделала свою работу, убила какую-то часть этого демона, и дальше произошла битва в других священных местах. Потому что подобных мест силы в Индии очень много. В Багине Дургии посвящены очень много храмам, очень много мест силы. А вот мы о них также будем постепенно рассказывать. Но пока что поговорим давайте об этом месте. И, таким образом, вроде бы кажется, что демона невозможно было убить сразу в двух местах, но, скорее всего, богиня Дурган в этом месте убила какую-то его часть. Причем очень важную часть, потому что каждая из этих частиц самого демонического существа они друг друга дополняли и поддерживали. И, таким образом, она постепенно разбирала эту демоническую личность. Я уже рассказывал в видео, что в Писаниях описывается, что по дням она также уничтожала его братьев, его родственников, его войска. Целенаправленно уничтожала, допустим, боевых слонов, уничтожала колесницы. То есть, там планомерно, более того, даже в один из дней, по легенде, богиня Дурга призвала богиню Кали, обратившись к ней как к сестре, и сказала, что ты мне должна помочь, потому что, ну, тут клиент вообще контроль потерял, поэтому нужно работать. И богиня Кали сказала, окей, сестра. И она также влилась в битву, перекрошила там половину войска демона Махишасуры, и впоследствии сказала, все, сестра, да, я там твою просьбу выполнила, дальше ты справишься сама. Вот таким вот образом, обратите внимание, даже происходили взаимоотношения между духовными существами. Давайте возвращаться к самой истории храма. Другая важная легенда... А, это я читал уже, да? Господь Шива назван вместе с Маликешей, после того, как Господь Брахмадева поклонился ему с цветами Жасмина. Другая легенда связана с Арджуной и Господом Шивой, когда Арджуна совершил покаяние, а также сражался с Шивой, который принял форму охотника. Эта легенда описана в Махабхарате, и именно на этом месте происходило данное действие. Таким образом, Маликеша получила название Маликешвара. В 8 веке Джагадгуру Адишин Карачаря переустанавливал Маликешвара слами в северной части храма богини Дурги, то есть образ бога Шивы. Подчеркиваю, этот храм несет, кроме того, что храм посвящен богине Дурге, еще несет шиваидские энергии. То есть, этот храм в большей степени связан с энергией тамос, тамагуной. Поэтому здесь и шива проявлен. Храмовый комплекс построен в дравидийском стиле, где главная святыня расположена на седьмом этаже храма. На с вершины холма Индр-Келадри открывается панорамный вид на Виджая-Ваду и реку Кришна. Миллионы преданных туристов приезжают сюда во время фестиваля Наваратри. Наваратри, это я и упоминал этот праздник в течение 10 дней. Отмечают также праздник Дасера или Душера с большим рвением и особым молитвенным служением. Холм и храм Индр-Келадри уникальны по-разному. Здесь богиня Дурга находится на правой стороне Малишвары, то есть бога Шивы, в отличие от традиций богинь, занимающих свое положение слева от своих супругов, что показывает важность Мадеви Дурги здесь на холме. То есть она находится в приоритете, она соблюдает дистанцию. Положение женщины с правой стороны и с левой стороны относительно мужчины имеет очень большое свое символическое значение. Считается, что если женщина находится с левой стороны от мужчины, она является его тантрической супругой. Если же женщина находится с правой стороны относительно мужчины, то она находится в состоянии дистанции и она находится в плане взаимоотношений, в отношении шастр, то есть правил, которые записаны в шастрах. Они более строгие и они исключают путь тантры, то есть исключают все виды взаимоотношений, эти отношения, скажем так, более платонические. В то же самое время, если шакти находится с левой стороны, соответственно, она является тантрической супругой, и там допускаются все виды взаимоотношений. Но это немножко знание, связанное с тантрой. Так вот, здесь богиня находится с правой стороны от Шивы. Это говорит о том, что богиня Дурга здесь находится в очень консервативной форме. Здесь исключен путь тантры. Здесь нет тантрических энергий. Здесь исключительно аскеза, исключительно садхана. Вот такой очень высокий уровень святости. Давайте еще раз вернусь. Холм и храм Индра Келадри уникальны по-разному. Здесь богиня Дурга находится по правую сторону Малишвары, в отличие от традиции богинь, занимающих свое положение слева от своих супругов, что показывает важность Дэви Дурги здесь, на холме. То есть, она здесь находится в приоритете. Шива находится в более подчиненном состоянии. Более того, это единственный храм во Вселенной, где поклоняются Ма Дэви Шакти. То есть, божественной матери Шакти, которая является проявлением божественной вселенской матери. То есть, основное имя для почитания богини Дурги здесь – Шакти. Она не проявлена в форме именно непосредственно самой Дурги, а проявлена как Шакти. То есть, это одно из имен той же самой богини Дурги. И окрашены формами Шри Сарасвати, Шри Махалакшми, Шри Бала Трипура Сундари Дэви, Шри Раджа Раджешвари, Шри Махишасура Мардини, Шри Дурга Дэви, Шри Анапурна Дэви, Шри Гайдри, Шри Лолита Трипура Сундари Дэви. В чем здесь суть? Помните, я рассказывал историю о Радхаране и о том, что у нее было восемь подружек? Это восемь ее проявленных форм на земле. То есть, точно такое же количество форм есть у богини Дурги, почему и праздник Наваратри. Когда она проявила сначала свои восемь форм, а потом проявилась в своей уже подлинной девятой форме. Точно таким же образом проявлена богиня Лакшми, когда у нее есть восемь форм. И иногда в своих формах она проявлялась на земле. Точно так же божественная мать Дурга здесь проявилась как богиня Шакти, но при этом проявила еще и другие свои формы. Такие как Сарасвати, Лакшми, Трипура Сундари, Раджа Раджешвари. Раджа Раджешвари это форма богини Лакшми также. Трипура Сундари и Лолита Трипура Сундари это по сути одно проявление. И также, по-моему, да, ну вот, балла Трипура Сундари, балла значит полная. Не в плане физического тела, а всеобъемлющая. Шри Лолита Трипура Сундари, то есть прекрасная. Вот, это форма богини Лолиты. Гайетри, Анапурна, думаю, мы знаем. Анапурна это богиня, посылающая питание, пропитание всем живым существам. То есть она здесь проявлена в своей основной форме и еще в восьми своих других формах. Причем эти формы довольно величественные. То есть здесь и Сарасвати, и Лакшми, и Лолита, Дурга гневная форма, убийца демона Махишасуры, Махишасура Мардини. То есть, сами видите, еще и Гайетри, да. То есть это форма, в которой начитываются все мантры. Это тоже величайшая богиня. Божество Дурги украшено орнаментом и яркими цветами. Ее божество изображает восьмирукую форму, каждая из которых держит мощное оружие в стойке над демоном Махишасура и пронзает его своим трезубцем. Во время фестиваля на Варатри в храме проводят особое пуджи, и тысячи преданных приходят сюда, чтобы получить благословение божественной матери Дурги. Здесь очень хорошо отмечают праздник Дасера. Как добраться до этого храма? Дороги очень хорошо связаны с городом Виджая-Вада. Из всех крупных городов Индии общественные автобусы и автомобили часто добираются до храма. Ближайшая железнодорожная станция – это вокзал Виджая-Вада на расстоянии 6 километров. Расстояние до ближайшего аэропорта Виджая-Вада составляет 20 километров. Вот такой вот удивительный храм в городе Вишакхапатном. Почему зачитываю? Еще раз хочу сказать, потому что планирую съездить туда, повезу группу, и заодно в эту поездку еще и посетим опять, наверное, Винкотешвару. Плюс составим поездку таким образом, чтобы посетить вайшнавские места. Да, возможно, что еще доберемся и до Ранганадхи. Это немножко южнее, около 150 километров. Ну, придется, конечно, покататься, но эти места стоят того. В особенности Винкотешвара, храмы Бадиня Дурги. Хотелось бы добавить, что Бадиня Дурга в истории с явлением Кришна Аватара является родной сестрой Кришны. И Кришна свою сестру отдал замуж за Арджуну. У Арджуны было четыре жены. Кроме Драупади, у каждого из них было еще определенное количество женщин. То есть считается, что Драупади была общей женой. Она являлась женой всех пятерых пандавов. Но у каждого из них было еще по несколько жен. У Арджуны было их четверо. Одна из них была Бадиня Дурга. И когда Арджуна находился в этой местности, там есть еще одно интересное место. Я потом поищу, найду эту историю, зачитаю. И в этом месте по совету своей супруги, богини Дурги, Арджуна на вершине горы длительное время находился в состоянии молитвы. До тех пор, пока не явилась богиня Дурга в своей тонкой духовной форме и не благословила его. То есть ему нужно было благословение. И благословения супруги было недостаточно, потому что нужно получать от духовной сути, а не от проявленной. Ну, собственно, там и так, и так работало. Но суть заключается в том, что должна быть какая-то духовная игра, духовная лила. И именно есть еще гора, еще другая гора, где также явилась богиня Дурга и благословила Арджуну. Перед, не помню, по-моему, какая-то битва или что-то там нужно было бы совершить. И поищу эту легенду. Вообще уникальное место. Я смотрел описание храмов. Туда просто если ехать. Вообще на юге, по правде говоря, даже намного большая концентрация мест силы, чем на севере. То есть центральные штаты, они в этом плане, конечно, не в таком количестве обладают местами силы. Нет, мест силы много, но многие из них закрыты, спрятаны. В силу войн и так далее. Думаю, на сегодня достаточно. Обещаю, поедем. Посетим это место. Получим благословение. Богини Шакти, формы богини Дурги. Все, всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok